Фамильная вилла семьи Висконти Очень сложно вывезти растения из России Треугольник 17 на 6,5 Росельхознадзор Вот такой шторм был, что я из окна вгляду, кошка летит Везем этих голубей Нас на таможне останавливают Я бы не ввязалась Итак, друзья, сегодня у нас необычный выпуск Мы решили его провести именно таким необычным образом Это очень обычный образ Потому что Welcome to my house Я здесь живу В жизни любого творческого специалиста Наступают такие моменты Когда хочется вынести свое творчество Не только на суд заказчика Но и, наверное, на суд какого-то экспертного жюри Если мы говорим об участии в конкурсах И каких-то публичных смотрах То у каждого своя миссия Кому-то хочется похвалиться Кому-то хочется показать себя Мне всегда хочется высказаться И я участвую в каких-то публичных смотрах, конкурсах и фестивалях Только в том случае, когда мне есть что сказать На заданную тему или в принципе И поэтому, так как я занимаюсь ландшафтным искусством То я самовыражаюсь и высказываюсь посредством своих садов Поэтому конкурсы для меня это возможность Ты говоришь конкурсы Расскажи, их было несколько? Да Мы начали участие именно не в онлайн А в реальных конкурсах То есть это не когда просто ты делаешь проект Отправляешь его А именно на реализации То есть мы строим конкурсные сады Мы начали участвовать с 2017 года Наш первый конкурс проходил в Москве Это было такое вообще стихийное событие Потому что в 2016 году я приехала на этот конкурс Как гость Ну как, как сказать-то Как зритель просто И если бы мне сказали в 2016, что в 2017 я там буду участвовать Я просто вот не поверила Потому что это было что-то такое за гранью И вот первый был конкурс в Москве, насколько я знаю А вот следующий Нет, второй был тоже в Москве А вот третий Тот самый, о котором мы сейчас будем говорить более подробно Итак, друзья Очень важное событие в мире ландшафтного дизайна Конкурс, который проходит в Италии ежегодно Он называется Articulario Проходит он на вилле Erba На озере Кома И это фамильная вилла семьи Висконти Лукино Висконти, великого итальянского режиссера Как рождалась идея? Как она развивалась? Как вообще она реализовывалась? У каждого конкурса и у каждого публичного смотра Чаще всего есть тема Тема задается каждый год Вот, например, в России каждый год признается годом чего-то Там год экологии, год театра Вот тема конкурса в Articulario была на тот год путешествия и плоды Там яблоки, груши, плоды какие-то Да, вот такая интересная была тема задана Что вот путешествия в разные страны, плоды То есть как вот можно взять и раскрутить такую историю И так как мы являемся адептами русского стиля Потому что мы уже в принципе ассоциируемся именно с русским стилем Это такая наша миссия, мы амбассадоры Мы несем русское ландшафтное искусство И поэтому, когда я отправляла на этот конкурс проект Потому что прежде чем попасть в реализацию Нужно сделать проект, отправить его То есть я немножечко тебя буду останавливать для наших подписчиков Чтобы было понятно Сначала делается некий заочный конкурс проектов Да Вы его отправляете, там его оценивают некие жюри Только потом они дают добро участвовать вы или нет Да, да, то есть проект мы должны были отправить до декабря А ответ пришел только в конце февраля, начале марта То есть такое достаточно серьезное Три месяца ожидания Да, три месяца ожидания Конечно, когда я узнала про тему путешествия Естественно, я пригласила всех путешествовать по России Очень часто Россия у иностранцев У меня очень много друзей иностранцев Которые, когда узнают, что я русская Говорят, а Москва, Питер, ребята, это не Россия Приезжайте к нам в Рязань То есть Москва и Петербург – это города-столицы Конечно, они не могут показать всю широту русской души А у нас объект был в Иваново И я очень часто туда ездила И как-то вот я ехала, и вот меняющийся пейзаж Или как из окна поезда, например, ты едешь Это что? Это поля? Это луга? Это леса? Это постоянно такая вот сменяющаяся картинка Такими как мазками и храмы Храмы, вот когда едешь, особенно вот Владимир Суздаль, дорога Да, вот, собственно, до Иваново, как я ездила И когда рождался вообще в голове этот проект Там с одной точки видно какое-то совершенно фантастическое количество храмов Это вот маковки церквей в поле И именно это мне навеяло создать именно такой проект Назвали мы его параметрический русский сад Такое вот фантомное понятие выставка Когда ты только решаешься там участвовать И понимаешь, что перед тобой столько этапов прохождения С чего начать? Как продолжить? Сколько это будет стоить? Кому написать? Кому обратиться? Как выбирать, может быть, тот конкурс, в котором участвовать? Давай вот об этом поговорим Знаешь, если бы я так четко анализировала все этапы Я бы не ввязалась Потому что если ты будешь настолько подробно подходить К моменту принятия решения участия в конкурсе То я думаю, что количество против Или каких-то вопросов оно перевесит Это знаешь, как люди хотят стать олимпийским чемпионом, да, например И он такой, я хочу быть олимпийским чемпионом Но при этом ты понимаешь, сколько тебе пахать придется Ты теоретически это представляешь Но по факту это происходит намного сильнее, больше, да И у тебя просто есть желание И оно перебарывает вообще все за и против Эмоциональный какой-то посыл, состояние потока Когда у тебя, понимаешь, вот этот момент Тебе есть что сказать И ты говоришь И тебе есть площадка, где ты можешь высказаться И охватить тех людей, которые интересуются творчеством Посредством которого ты высказываешься И они тебя услышат Потому что они туда приходят, чтобы услышать Это как спикер, да Когда приходит, спикер собирает аудиторию Люди приходят и его слушают Ему есть что сказать, а они хотят услышать И вот конкурсную площадку Вообще любую конкурсную площадку я воспринимаю именно так То есть для меня это не соревнование, а возможность высказаться Потому что, по сути, конкурсный сад Это такой сад, в котором ты являешься и заказчиком, и его автором И это такое творчество, которое ты делаешь, по сути, вообще без каких-либо ограничений Это очень круто Потому что основная масса садов делается под заказ И у тебя есть определенные стилистические рамки, в которых ты работаешь Нет, есть заказчики, которые дают полный карт-бланш Но ты все равно ограничен, например, стилистикой дома Месторасположением участка, страной, в котором он находится А здесь у тебя полный карт-бланш Ты сам себе хозяин, и ты делаешь то, что ты хочешь И это подкупает Потому что, когда я участвовала в своем первом конкурсе Я вообще не понимала, что я ввязываюсь Но там у меня было желание высказаться Потому что это было на экологическую тему Она мне близка Я всегда была за экологию А тут вот тема была, а я высказалась на эту тему И потом ты подсаживаешься на это, потому что это приятно Это вот эти вот заботы Вот этот вот весь момент подготовки Это такая вот какая-то и тяжелая, но при этом такая очень интересная работа Огромное количество людей Ну то есть это интересно После выматываешься, устаешь, но оно того стоит И ты каждый год думаешь, все, это больше Я никогда не буду участвовать в конкурсах Проходит год, и ты такой уже Пора что-то думать Давай теперь более детально подойдем к твоему саду, который ты представляла там Как вы его там смогли устроить? Давай начнем с конструкции Как вы ее туда поместили, доставили? Конструкцию мы изготавливали там на месте Вообще изначально, когда мы прошли этап отборочный Мы прошли собеседование, нам дали добро на участие У нас был один из самых больших садов, в принципе, наверное, за всю историю этой выставки Он был 350 квадратных метров для выставочного сада Это 3,5 сотки, это большое пространство Нам выделили практически центральную поляну Потому что наш сад, он имел такую планировку, что его нужно было видеть со всех сторон И изначально я думала, как, что мы все, все подготовительные этапы, конструкция, растения Все подготовим здесь и просто туда повезем И вот как бы, да, у меня был план, я уже все рассчитала в голове Случается такой момент, что очень сложно вывезти растения из России в Италию В чем сложность? Россельхознадзор Просто запрет? Не запрет, там какие-то сложности, в общем, я боюсь показаться неграмотно в плане изъяснения каких-то там терминов Но, в общем, как мне объяснили, это очень сложно И проблема еще в том, что нужно их вывезти и потом ввезти назад То есть это двойной транспорт, это двойные расходы Это первый момент Второй момент – это конструкция Да, то есть изготовление конструкции здесь достаточно было проблематично, она тяжелая Ее сложно было бы привезти И сам монтаж, то есть люди вот этот момент И тут организаторы знакомили меня с Франческо, он итальянец Как они говорили, что он бог огня и металла Это действительно так, потому что Франческо занимается от обычных металлоконструкций до каких-то деталей для шаттлов У него свое производство Он вник в наши чертежи, мы прилетели туда, все обсудили И он согласился сделать эту конструкцию На этом каркасе есть совершенно потрясающий материал По-моему, это кружево Да, да, это кружево Это елецкие кружева Собственно, сад про Россию Что такое Россия, помимо лесов, полей, просто шикарной природы, это шикарные люди И это ремесла, это какие-то виды ремесел, которые, к сожалению, уходят Потому что для того, чтобы ремесла существовали, нужен спрос А у нас, собственно, больше спроса на итальянское кружево, чем на елецкое И где это кружево прямо из ельца, да? Да, я приехала в елец Да, да, мы с Катей приехали в елец Встретились, сначала мы созвонились Я позвонила директору елецкой фабрики кружевной И мы общались на тему Вот такой у нас проект Вы представляете, вот, да, есть кружевная фабрика Там есть директор, который вообще всю свою жизнь связан с текстильной промышленностью Ну или как она там, легкая промышленность, да, текстиль, вот, кружева Тут приезжают две девочки из Рязани Говорят, вы знаете, у нас проект ландшафтный, нам нужно вот кружевом затянуть каркас Ну да, вопросов нет, конечно Объем-то какой? Сколько? Да, нам надо два с половиной километра линейного кружева Чтобы заполонить этим 300 метров вот этой вот конструкции Она такая Сколько, сколько, говорит? Причем такая, да, да, да Потом такая перезвонит, сколько вам надо кружева? Сколько вам надо кружева? Да, вот так вот Вот, и она, конечно, я очень ей благодарна Потому что она вошла в наше положение Что мы на тот момент, получается, только своими средствами располагали И помогла очень сильно И я безумно благодарна Вот, и, собственно, это кружево в ручной кладе Сколько это было килограмм? Это было три чемодана полных кружева Они сшивные? Да, это линейный Ну, потому что в гильце есть два вида кружева Это на коклюшках, которые делают Это совсем ручное Вот оно прям И есть машины, там стоят старинные, немецкие, если я не ошибаюсь Машины, которые, значит, по перфокартам старинным делают это кружево И вот мы выбрали то кружево, которое нам подходит по цвету То есть это был неотбеленный такой леон И вот это кружево, оно сшивалось мастерицами Вот эти вот полосы Вот по нашим трафаретам, которые мы тоже делали с моими друзьями Представляете, людям объяснить, что нам нужно Там треугольник 17 на 6,5, да, по катетам И все это зашито вот так вот по диагонали Они вообще не понимают, что они делают Вот, и, конечно, вот эти масштабы гигантские какие-то, космические И это, конечно, было очень эпично Вот, то есть кружево мы везли в ручной кладе Еще была очень интересная история с голубями Потому что я просыпаюсь утром и говорю Нам нужны голуби, нам нужны голуби На фейсбуке я вижу, что в Алма-Ате у скульптора Марины есть голуби Алибастеровые голуби Нам через две недели выезжать Мои знакомые оказываются на этот момент тоже там недалеко В общем, они едут в Алма-Ату на машине Забирают этих голубей, 7 штук Везут этих голубей в Рязань И я, Катя, Катина мама, мои родители, наш прораб и наш фотограф Каждый распределяет себе голубей И мы в ручной кладе Мы говорим про живых? Нет, мы говорим про алебастровых голубей Везем этих голубей Нас на таможне останавливают таможенники Потому что алебастровый голубь, он такой белый, как из гипса А внутри штыри, ну, чтобы держался каркас скульптуры самой А это что? Мы такие, голуби Говорят, в смысле? Что за голуби? У вас там какой-то штырь? Мы такие, ну да, но это же скульптура В общем, они смотрели этих голубей Мы объяснили, куда мы едем У нас письмо, что мы на выставку представлять Россию Мы с Катей летели первые, а вся наша команда прилетала позже И мы такие таможенникам говорим Вы знаете, тут сейчас прилетит еще группа туристов Тоже с голубями Я говорю, на них внимания не обращайте У них то же самое Это было очень забавно То есть, представляешь, голуби Значит, из Алматы Прилетели, приехали до Рязани И потом из Рязани не полетели вот на Кома Так, ну что, конструкцию мы поняли Каким образом, точнее не поняли, а примерно хотя бы приблизились к пониманию Как ты смогла это сделать Растения тоже итальянские Да, да Ты продумала, где какие Ты их, где ты их там смогла заказать, куда обратилась Помогли организаторы артикуларио очень На самом деле, ту поддержку, которую они оказывают участникам Ну, очень сложно недооценить Это действительно вот поддержка То есть, ты говоришь, там, мне нужно то-то, то-то, то-то Они говорят, вот можно взять вот тут, вот тут, вот тут, вот тут То есть, например, то, что касается растений То питомник Копланд Получается, они нам дали растения, потом забрали их назад Ну, то есть, это делается за определенную плату Но... Типа аренды, получается Типа аренды, да, растений То есть, мы их не купили, а взяли в аренду И изначально, то есть, они нам дали прайс, сколько это стоит Я объяснила, что я не смогу забрать эти растения в Россию И они вошли в положение, и, собственно, да, дали нам То есть, они в горшочках приехали, вы из горшочков их посадили Потом обратно в горшочки и отправили Там, кстати, фишка этой выставки, что там не высаживаются растения в грунт Мы не высаживали, потому что там нельзя копать исторические вот эти вот газоны Мы настилали геотекстиль, выставляли что-то Что-то вынимали из горшков и засыпали почвой То есть, мы не в кап, там нельзя вкапываться Весь сад строится вот на ровной поверхности И поэтому, собственно, есть еще там один момент Он, монтаж длится два с половиной дня То есть, вот этот сад монтируется два с половиной дня Вот два полных и половина, и все А как вы просчитали, сколько вам нужно времени для монтажа? Вы его репетировали как-то? Не просчитывали ничего А другу ошиблись? У нас был момент, у нас был момент Это был крайний день, когда вот уже ставили конструкцию Стали ее закреплять, и уже все кружево натянуто И она пошатнулась Я просто стояла вот так вот У меня родители приехали поддерживать И просто папа говорит Она сейчас упадет Я такая Нет, она сейчас не упадет И мама подходит, все нормально будет Ничего у тебя не упадет, сейчас все будет стоять И потом, вот в эту ночь Был сильнейший шторм Вот такой шторм был, что я из окна выгляду Кошка летит Боже! Это вот прям вот реальный Вот такой ветер Ну, просто, я не знаю, сколько там было узлов И мы пришли, когда утром А у нас это был, получается, крайний день монтажа И мы приходили к пяти утра Еще темно Я захожу И даже смотреть не хочу на наш сад Потому что другие разнесены просто вдрызг То есть все восстанавливали их? Шатры, да Какие-то там вот Там очень-очень красивая ярмарка Различных растений, там товаров То есть каких-то идет, да То есть это же фестиваль Туда приезжает много народу Все торговые палатки, сады, конструкции Все улетело И просто у нас в одном месте В одном маленьком месте Просто отошло вот так вот кружево То есть мы это починили буквально там за 15 минут И все Я не знаю, как он выстоял Но это действительно вот просто Я не знаю, наши молитвы И вот То есть я была поржена Потому что уже увезли все леса строительные Из которых мы могли бы В том месте, где мы реально могли дотянуться руками Два с половиной дня занял монтаж Сколько людей трудилось? Как вы искали людей, кто будет его ставить? Ооо, сколько людей трудилось? Наша команда Это я, Катя, Влада Это наш удаленный сотрудник Это Даша, наш фотограф Это Кирилл, наш прораб Это Франческа с его командой Это волонтеры Которых тоже помогли Организовать артикуларио Это студенты, которые учатся На ландшафтных работниках И у нас их было, ну, человек, наверное, 15 И только команда где-то 20-25 человек, да? Это огромная команда, да Ну, то есть волонтеры, например, они Когда-то у нас там было, например, семеро Когда-то пятеро А когда-то приходило еще больше То есть, ну, они менялись Вообще, они настолько были организованные Классные ребята, конечно, без их помощи У нас бы, ну, ничего не получилось Вообще, любой, любой абсолютно выставочный сад Это работа огромной команды Вы его сделали Да Вы его построили Да И тут день Х Приходят жюри Да И мы рассказываем, да Это была презентация Да, была презентация У нас были буклеты Которые мы напечатали на трех языках На русском, на английском, на итальянском В котором было описание сада И вот когда приходит жюри Ты рассказываешь концепцию сада Они задают тебе вопросы На английском идет общение? Да, да, только на английском На этой выставке присуждается одно гран-при Это самый главный приз Это такая хрустальная ваза озера Кома Она досталась итальянцу Который раз в пять или семь участвовал уже в этой выставке И вот, наконец-то, он взял этот приз Нас наградили дипломом За самый красивый масштабный проект Сколько участников вообще было в тот раз? Когда мы заявку подавали Мы были что-то, тысячи какие-то Из тысячи мы переходим на семь Из семи мы переходим на... На первый и все оставшиеся делят между собой определенные места Итак, твой сад Самый масштабный и самый красивый проект Скажи, пожалуйста, какова судьба с вами? Тоже очень интересный момент Потому что на тот момент, когда, как я уже рассказала У нас не получилось сделать все здесь То, собственно, стоимость проекта выросла просто в геометрической... Какая стоимость этого проекта? Я не буду этого делать Потому что люди должны... Итак, тысяча лайков, и она скажет Да В общем, это колоссальные деньги В итоге получились Потому что, то есть мы планировали потратить одну сумму А потом нам пришлось взять и увеличить эту сумму в четыре раза Да, и я сидела вот так вот Подперев кулачком щечку И, собственно, думала, что мне продать Чтобы, значит, завершить этот проект Потому что мы с Катей сидели, но назад дороги нет То есть надо просто вот сейчас где-то... Это личные средства? Изначально мы, да, хотели туда вкладывать личные средства Но наш сад стал спонсорским Потому что есть питомник, который называется город-сад И они стали спонсорами нашего сада Поэтому этот сад выкуплен этим питомником И, собственно, судьба его такая Что он вывезен из Италии в Россию И будет построен как шоу-гарден этого питомника Скажи, пожалуйста, вот такой масштабный проект Насколько он может быть реализован, например, в частных каких-то усадьбах? В Рязани, в Москве Ну, на самом деле, это готовое решение В принципе, если у вас загородный дом То это готовое решение какого-то павильона То есть, если, например, застеклить его Или сделать открытую такую беседку-перголу Добавить каких-то вертикалей, объемов деревьев То это вполне себе готовая зона Можно установить в середине какую-то, например, историю С каким-нибудь водным объектом, например Или, если это какое-то публичное пространство То, по сути, это может быть фотозоной Площадкой для каких-то мероприятий То есть, на самом деле, такая хорошая доминанта будет Абсолютно любого проекта По большому счету, вот прям реально готовое решение Просто его надо масштабировать Относительно участка И, в принципе, почему нет? Он вполне себе жизнеспособен Очень мобильный и, в принципе, утилитарный Применимый проект Мы подходим к финалу нашего общения с Татьяной Лазаревой Об участии «Зеленки-студио» в международном конкурсе «Артикуларио» И я уверена, что вся информация была мега полезной Друзья, пользуйтесь этими знаниями Участвуйте, высказывайтесь в своем искусстве Ставьте лайки, подписывайтесь С любовью, «Зеленка-студио» Ты туда смотрела? Вот сюда Я тоже не туда смотрю Давай скажем Три-четыре С любовью, «Зеленка-студио» Тебя видно, Диман О боже, как забавно получилось О боже, «Зеленка-студио» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok